Всем привет, ребята! И добро пожаловать на это новое видео, которое, я думаю, что я больше не буду называть Guam Vlog, потому что это как-то скучно еще и считать все время Guam Vlog 1, 2, 3, бла-бла. Я хочу вам просто рассказать сейчас быстренько, может быть не быстренько, вы меня знаете, это может дотянуться надолго. Я хочу рассказать о том, как американцы любят тыкву и как ее полюбила я. В общем, дело в том, что у них сезон осени, это, вы знаете, Хэллоуин, День Благодарения и самое главное, это тыква. У них есть все с тыквой. То есть, если честно, я когда сюда первый раз ехала, я не знала, что в Америке так популярна тыква. Вот, но в общем, оказывается, еще как популярна. И я вам сейчас покажу, что у них можно найти тыквенного. Итак, во-первых, тыквенные стены. Шучу, на самом деле это уже просто декорация к Хэллоуину. Нам посылку прислала семья Брэндона, поэтому я вам сейчас покажу просто, что в этой посылке. Это посылка. Все продукты практически, нет, не практически, они все из магазина Трейдер Джош. Трейдер Джош. Трейдер Джош, да. Я вам сейчас покажу все по очереди. Постараюсь объяснить, что есть что. Вот, это такой попкорн со вкусом пампкин спайс. И да, кстати, в основном пампкин спайс, это на самом деле очень-очень-очень такой, знаете, вкусный запах. Вкусы, в общем-то, очень прикольный. Дальше идем. Это у нас чай. Пампкин спайс Ройбуш. Пампкин, блинчики и вафли делать. Это вообще с тыквой не связано, потому что это связано с имбирем. Дальше у нас паста такая осенняя в виде тыквок. Очень тоже прикольная. Пивной хлеб. Пивной хлеб. Брэндон говорит, что он очень вкусный, но мы еще пока не делали. И туда прям нужно добавлять настоящее пиво. То есть в инструкции написано, что нужно будет пиво, масло и сыр. Масло тыквенное. Обалдеть. Это просто приправка. Ее можно всыпать в кофе. Хоть куда можно сыпать. И все будет со вкусом пампкин спайс. Пампкин спайс скон микс. Это у нас микс для скон. Это, я бы сказала, печеньки просто. Гранола. Пампкин суп. Попробуем. Пампкин спайс кукис. Ой, какие они красивенькие. Я, наверное, их сейчас тоже открою. Бискотти. Пампкин спайс. Это, я бы сказала, сухарики. Хлеб и маффин. Микс для хлеба и маффинов. Это кашка с пеканом, орехом и пампкин. Пампкин это тыква, окей. Пампкин сид бритвел. Это тоже какие-то такие, типа, печенечки. Пампкин бред и маффин. Это почти то же самое, что вот это, только вот это без глютена. Сухарики, я бы сказала, с тыквой и крэнбери. Крэнбери это у нас глюква, да. А также, где, кстати, чай? Чай еще был. Сейчас я покажу. Это, наверное, самое классное. Я уже просто его вскрыла, как вы видите. Вот. Чай латте микс. Пампкин спайс. Это просто обалденно. Я даже не знаю, что это. Это что-то между... Это просто такой молочный чай, я бы сказала. Вот. А также, сейчас еще покажу кое-что. Пампкин спайс. Это вот такая свечка. Пампкин спайс тоже. Пахнет на весь дом. Очень вкусно. В общем, да. И, как я уже сказала, я когда приехала сюда, я об этом не знала. И когда мне только об этом рассказали, я как-то особо не фанат тыквы была. Мне кажется, единственный вид, в котором я ела тыкву, это в кашу молочной. И все. Я даже как-то вообще ничего особо про тыкву не знала. А тут, оказывается, люди просто сходят с ума по тыкве. В прошлом году, когда был Хэллоуин, мне все Брэндон показывал. Вот, говорит, попробуй вот это с тыквой, вот это. И это фу-фу. И мне как-то так оно не очень понравилось. Кстати, с началом осени в Штатах наступает везде сезон тыквы, как я это уже сказала. И там прям в определенный день, допустим, во всех кофешопах Старбакса везде появляется Пампкин Спайс Латте. И все просто там стоят в очередях, чтобы его достать. И, в общем, да, вот так интересно. И вот, два дня назад, прошлой ночью, позапрошлой ночи, мне приснился сон о том, что я наглами, что наглами нас открыли Старбакс. И я пыталась найти там, там не было Пампкин Спайс Латте, я пыталась найти Пампкин Спайс Кофе просто. И у меня не получилось найти его, конечно же. А, это у меня сон был, господи. В итоге потом я проснулась, вот прям с такой ярой мыслью, мне нужно найти что-то Пампкин Спайс. В итоге в магазине, который у меня рядом с домом, я вообще ничего не нашла, но это такой хороший супермаркет. И потом я прихожу домой, и через пять минут заходит Брэнон с огромной коробкой, вот с этой, от его родителей. И я была просто очень счастлива, потому что там все с Пампкин Спайс. Вы представляете, вот такая навязчивая идея была, мысль найти что-то с Пампкин Спайс, потому что что-то мне вспомнилось и захотелось такого ничего-то. И просто целая коробка вот этих вот всяких штучек, вкусняшек. В общем, да, это все про Пампкин, про тыкву. Увидимся в следующем видео. Кстати, такой еще небольшой апдейт вам сейчас расскажу про то, как у меня дела, что происходит и все такое. Интернет. Нам установили интернет, и это мы просили, чтобы нам установили сначала 50 мегабит в секунду, но не получилось, потому что здесь еще не провели этот файбер, я не знаю, как по-русски это называется. Потом мы такие, окей, давайте нам хотя бы 25. 25 достаточно мне, чтобы загружать видео, чтобы смотреть фильмы, в общем, 25 мегабит в секунду, я думаю, что это хорошая скорость. Но, когда пришел установщик интернета, он сказал, что это здание такое старое, и что здесь все провода старые, и их нужно полностью менять, и на это нужно делать запрос. И типа, поэтому у вас будет интернет только 15 мегабит в секунду. Мы такие, ну окей, 15 мегабит в принципе достаточно. Ну, я правда, я не знаю сейчас, какие в России скорости вот такие вот. Напишите мне в комментариях еще, какие средние, потому что здесь, по-моему, есть 5, 15, 25 и 50. Да, 4 скорости. И, ну да, вот, я думаю, ладно, 15, пойдет. Но в итоге у меня, я протестила, когда скорость, я поняла, что у меня видео 3 часа загружаться, это что-то не то. Потому что обычно видео, ну, загружается где-то полчаса. Вы измените, 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 вы меня извините за сопли, я не могу, я шмыгаю так сильно. Что-то у меня сегодня такое соплимое настроение, не настроение, ну, понятно. В общем, про интернет. И скорость загрузки где-то 6 мегабит в секунду, а скорость выгрузки, как это называется, когда я выкладываю видео, когда я загружаю их в интернет, то есть upload скорость, это у нас получается меньше мегабита в секунду. Это там где-то 600 с чем-то килобит в секунду. Это вообще ужас. В общем, поэтому я еще не одно видео, вот я 2 видео загрузила с момента переезда, и не одно из них я еще не загрузила дома. Загружалась в школе. А нет, одно загрузила дома, но у меня словился в файсе соседнего отеля. Поэтому мы будем пытаться что-то с этим делать. Надеюсь, нам это исправит, потому что, блин, мне очень нужен интернет, мне нужно дома загружать видео, потому что я здесь планирую очень много видео делать все-таки. Особенно после Нового года. Потом вам скажу почему. Пока что я еще не уверена в этом, но я вам скажу. Потом, да. И здесь, кстати, я еще пока что не знаю, где я буду снимать видео, в каком углу. Я думаю, что я себе сделала какой-нибудь оборудованный уголок. Вот. Но на днях хочу снять уже какое-нибудь хорошее видео, ну, познавательное, так сказать. Потому что я уже давно такие не снимала, у меня все влоги, да влоги. В общем, увидимся в следующем видео. Я вам решила показать поближе наши декорации к Хэллоуин, которые нам тоже в посылке прислали. Такие тыковки. Угадайте, какой нарисовала я. И скелет. Мы сейчас приготовили пивной хлеб. И он очень-очень вкусный. Мне очень понравилось, я не ожидала. Может быть, я, кстати, говорила где-нибудь, что мне нравится запах пива. Но мне он не нравится вкус. Я вообще не могу пить пива никакое. И поэтому мы сделали хлеб, и мне он нравится. Очень вкусный. У нас сегодня такой вечер ирландской еды, потому что мы сейчас готовим еще блюдо, называется Шепард Спай. В общем, загуглите, если вам интересно, название вот тут. Увидимся в следующем видео. Вот так выглядит это блюдо Шепард Спай. Ммм, выглядит очень вкусно. И снова здравствуйте. И мы снова на хайкинге. Мне что-то так забавно говорить перед новыми людьми на русском. Но ничего страшного. Ой, сейчас, секунду. Итак, наконец-то, вроде бы нет ветра, и я могу просто спокойно практически идти. Я хотела что сказать. Мы сейчас на хайке с нашими новыми друзьями, которых я нашла тоже на ютюбе. У девочки и у парней тоже есть канал. Поэтому сейчас я вам покажу, как только будет подходящее время. Мамочки. Итак, вот наши новые друзья. Мы уже пересекли речку, а теперь они пытаются. Доброе утро. Доброе утро. Окей, мы пересекли речку. Теперь, наверное, время представить вам их. Сейчас они попадут. Доброе утро. Привет. Я думаю, что я сказал, да? Да, да. Этих ребят вы увидите в новом видео. Американцы пробуют русский рид, когда я его сделаю. Правда, не знаю, когда, потому что я до сих пор посылку жду от мамы из Лос-Анджелеса со всякими русскими ништяками. У меня в ухе что-то. Мамочки. Вот. Поэтому, да. Я ссылки на их каналы оставлю внизу. Если вам будет интересно, то посмотрите. Они, конечно же, на английском. Ой, почему до сих пор запустят. У меня все руки в грязи, и я не могу их вытереть, потому что у меня нет влажных салфеток. Ну, ничего страшного. И камера уже вся такая же. Круто. Люблю хайкинг. И да. Ноги у меня тоже все уже такие. Надеюсь, видно. Она рассказывает, как там она упала. Девочка. Мелису зовут. Сей, привет. Этого персонажа вы уже знаете. Так жарко что-то стало. Из джунглей вышли. Класс. Так странно мы этот хайк сделали уже три раза до этого, но это что-то сегодня прям сложный он, потому что как-то все грязненько. Еще моего лица не видно, по-моему, да, из-за кепки. Но зато я не сгорю. Я кепку уже очень давно не носила, но она мне поможет не сгореть под очки, как я обычно люблю это делать. Вот. В общем, ладно, я еще с опять поду. It feels nice. Might as well get a GoPro. Oh, shit. Cool GoPro shot, you know what I'm saying? Слой. Я сейчас так чуть-чуть подсокользнулась, упала немного, но самое страшное и странное, что первая мысль у меня была, это чтобы камеру не разбить, и поэтому камера вот так у меня выше головы была, когда я падала. Камера жива, как видите. Идем дальше. Тут чувство, когда ты наступаешь в грязь, и знаете, вот этот звук такой... Это ужасно. Ладно. Эй, вы видите это? Сейчас покажу. Очень скользко сегодня. Это капец. Мы идем по мосту. Та-да-да-да-да-да-да-да. Так, Брэндон, как всегда, добывает нам кокосы. Вон они. Не очень далеко. Давай. Давай. Оу. Нам повезло, и мы нашли валяющиеся на земле кокосы, ждущие нас. Отлично. Дождь идет к нам. Дождь идет к нам. Да. Да? Да. Дождь. Терпил. Просто чувак на пальме сидит. Подумаешь. Мы прошли через дождь, грязь, воду, огонь. Огонь не прошли, но мы дошли до конца. Все встали. Да. Ты скажешь, да? Да. Смотрите, какие у меня сексуальные ножки. Да? Мне нравится, что они до сюда чистые. Такие дела. Если вы слышите, у нас шоу недалеко от дома нашего. И там это, поют. Чуморцы. В общем, я хотела закончить видео на этом. Сказать вам спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. И почему-то я думаю, что я его назову Гуамблог. Я не знаю, почему я не хотела так его называть. Но я назову Гуамблог. Это будет такой юбилейный. Тем более, Гуамблог. Я посмотрела, оказывается, это номер 20. Поэтому надо назвать его Гуамблог. Да. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что скоро я вернусь уже в эту колею. Делание постоянных видео. И вообще, кстати, у меня до сих пор... Я уже, кстати, отговорила, да, что у меня интернет очень плохой и ничего не грузит. Поэтому, в общем-то, спасибо еще раз вам за понимание и терпение. Увидимся в следующем видео. Всем пока!